За 20 лет нахождения Литвы в Европейском Союзе в области образования страны реализовали несколько реформ, в результате которых выиграли как учащиеся, так и преподаватели. Наряду с модернизацией учебной программы, в том числе цифровизацией и развития критического мышления, преподаватели принимали участие в различных обучающих программах, повышая свои профессиональные навыки. В настоящее время литовские вузы пользуются популярностью и среди иностранных студентов. Одним из таких стал и Университет менеджмента и экономики с кампусами в Вильнюсе и Каунасе. Университет менеджмента и экономики, который находится в самом сердце Вильнюса, предлагает лучшие условия как для учебы, исследований, так и для отдыха. Университет менеджменты могут быть подготовлены для учебов или экзаменов, в спации коммуне или индивидуале, как эти камеры. Университет менеджменты, которые могут быть здесь, они могут быть здесь, но для того, чтобы получить доступ, нужно сделать разрешение на интернет. В настоящее время в вузе числится более 2300 студентов, 239 из них – иностранцы. Некоторые приехали из Индии, Филиппин и США. И хотя обучение в университете стоит несколько тысяч евро, в этом плане администрация делает ставку не на количество студентов, а на их знания. Поэтому учащихся в вуз зачисляют на основе анализа их выпускных оценок и собеседования с преподавателями. Наша главная задача – интересоваться тем, чем занимаются наши студенты после окончания вуза. Если они устроились на хорошую работу, построили карьеру, тогда это отличный косвенный отклик для нас. Студенты вуза все как один говорят, что довольны качеством выбранного образования. Я решил учиться в Литве, потому что здесь хорошая образовательная инфраструктура, и здесь комфортно учиться. Этот парень приехал в Литву из Шри-Ланки. В Литве качество образования не уступает лучшим университетам мира, но стоимость обучения здесь намного ниже, чем там. Тщательно отбирает руководство вуза и преподавателей. Их мотивирует как высокими зарплатами, так и программой бонусов, которые они получают каждый семестр на основе отметок студентов. В то же время те, кто получает низкие баллы, рискуют остаться без работы. Видоскудений работает в вузе с самого его основания. Она является директором программы управления технологиями и инновациями. У нас были преподаватели из США, которые показали нам другие методы обучения. В том числе дебаты и аналитические исследования. Эти перемены вывели систему образования Литвы на новый уровень. Преподаватель отмечает и рост зарплат сотрудников системы образования. Теперь они не думают о том, как бы сэкономить деньги, поскольку зарабатывают достаточно, чтобы жить хорошо. Я не знаю, во сколько раз увеличилась зарплата. Если вы спросите меня, думаю, в 10, 20, 30 раз с тех пор, потому что из-за инфляции ее повышают каждый год. В настоящее время я получаю около 3000 евро. Университет менеджмента и экономики Литвы был основан в 1999 году. И несмотря на то, что это частный вуз, на протяжении многих лет он получал финансирование из европейских фондов. С момента вступления в ЕС, вот уже 20 лет, влияние на систему образования было разным. Но главное – это возможность стать частью большой сети и учиться у других государств. И еще одним не менее важным моментом является доступ к европейским фондам. В настоящее время учреждения вместе с другими вузами из Польши, Хорватии, Люксембурга и Германии участвуют в создании цифрового университета. Реализуют проект, в том числе, на деньги ЕС. Этот материал был подготовлен в рамках проекта Media for You Integration – расширение освещения в СМИ внешней политики и процесса европейской интеграции Республики Молдова, который реализует Институт европейской политики и Германское общество по международному сотрудничеству. Финансирует проект Федеральное министерство иностранных дел Германии. Финансирует проект Федеральная министерства иностранных дел Германии.